И я считаю, что в этом году, в прошлом, в 22-м году, уходящий год этого многом, ну нет такого статуса, это все-таки год новых культурных проектов, которые удалось инициировать, реализовать, очень успешно при том. Ну, а сбой нет? Нормально? И реформирована наша библиотечная сеть, очень активно работает и наша школа искусств, художественная школа, и те новые проекты, которые мы возложили в преддверии традиционного кинофорума имени Марина Алексеевна Владырина, мы, наверное, все педагоги это поддержали, мы провели все-таки свой форум талантливой молодежи, я думаю, что это очень знаково было, мы видели благодарные глаза детей, то, что мы взрослые понимаем, честуем, и в чем-то поставили в одну, наверное, у нас тут генис такой, в Сибирной детстве, как Марина Алексеевна Владырина, я думаю, что мы этот проект будем дальше реализовывать, очень успешно идет реализация проекта по книге памяти, много уже сделано, много еще там предстоит сделать, всем, кто принимал участие по выговечиванию памяти тиранов Великой Отечественной. Огромное спасибо, эту работу мы будем завершать до победного конца. Много мероприятий, которые у нас проходят в музейно-выставочном центре, это, прежде всего, популяризация историй родного города, края, в известных земляках, я восхищен тем масштабом работы, тем наполнением, духовно-нравственным, особо душевной теплотой, спасибо всему коллективу, всегда всем советую чаще ходить в музей и, наверное, как-то на многие вещи, в том числе к истории, будем смотреть по-другому. Отдельно заслуживая слова поддержки и благодарности коллективу, те, которые там есть в музейном центре, ну и, конечно, не особо так, ну, восхитило коллектив Теха Оргии, я думаю, что все-таки поддержка издательской деятельности заслуживает того, что мы его реализовали. Нашу мораль, это такой материальный составляющий. И хотелось бы, конечно, подчеркнуть, что некоторые вещи были, некоторые проекты, они были впервые. И для меня лично всегда поддержка православной традиции, православной культуры была таким жизненным приоритетом. И нам удалось сделать первый шаг такой публичный со стороны власти. Это мероприятие в Яблочном Стасе, те жители Бородарных, которые после службы вышли и видели рядно оформленных храмов в площади, я думаю, что этот проект мы будем реализовывать. Ну и буквально в прошлом выходной мы были свидетелем, как жители заверия пришли к нам, это относится уже к отчетным шагам следующего года, но массивница и столько жителей доверия, я как-то ревностно отнесся к этому, смотря сколько же суда будет. И так на внешнюю оценку мы провели не менее масштабно, может быть даже и больше. Если учесть, что там краевой проект, там был с Ориком, это как-то связано было в историческом, там несколько лет жил, я скажу, что у нас задел сильнее. И вот на примере фестиваля на Чулыбе, это тоже огромное доверие жителей к тому, к той инициативе, которую мы представили, предложили, реализовали. Я уверен, что мы можем реализовать его и дальше сопровождать так, чтобы был узнаваемый на всей территории субъеки. Сам для себя эту задачу поставил, видел поддержку жителей и, главное, наших сторонников. Ну и, конечно же, хотелось такой образовательный компонент, чтобы это было. Не просто праздник выходного дня, а историю третьей Чулыб надо знать, изучать. Она объединяет несколько субъектов федерации. И я думаю, что нам удастся реализовать этот проект уже с городского такой масштаба Сибири и сибирского федерального опыта. В результатах позитивных есть серьезные, на мой взгляд, направления, которые мы не можем упустить и где-то, может быть, через какую-то часть критики поднять, наверное, на повестку дня. Я бы очень хотел, чтобы у нас в планах появилось вот такой факт, что 95 лет, в этом году будет, как Семен Михайлович Будённый был в селе Назар. Уже привыкли, может быть, разница в возрасте какая-то, как вы говорите, но легендарный командарм гражданской войны, такие всемирно известные на всю страну, а мы как-то замалчивали. Я думаю, что эту тему взаимодействия между образованием, культурой, молодежкой, властью, депутатцами и главой города надо как-то активизировать. Я для себя рассказать, не знаю. А вот то, что мы упустили, не сказали, что в прошлом году был. Как раз 100-летний юбилей Архангий Гайдар был в 1922 году. Селена Зарова, селена Пятна. Бурная фантазия, я пытаюсь это представить. Для меня, для нового, честный красный, любимый школьный писатель. Потому что такие вещи, если объединить и добавить, я думаю, что в целом социально-общественную жизнь города можно. Заиграть новыми красками, надо ее любить. свое дело и наполнять. Я думаю, что мне само понятно. Я хочу, чтобы была общественная поддержка по этим. Изучая историю города, ну и, наверное, не скажу, что мы там достигли каких-то серьезных условий, достижений, есть что изучить. В этом году, оказывается, 180 лет, как ушел нарузок Антон Петрович. Знаковая улица. Мне кажется, надо чуть-чуть тут добавить. Знак уважения и прошлого, и больше ему. Я думаю, здесь еще чем-то. Ну и, наверное, может быть, не совсем на отчете уместно об этом говорить. Для меня это тоже нереализовано. Я поздно для себя зафиксировал. В 1970-м году, в год-столетие, когда рождение Владимира Ильича установили, там, знак, когда обеден возвращался с ссылки. И установили. И вот до 2-го января, до 900-го года, он проезжал. А у нас в двор видим, там, рядом совсем на дороге стоит двору, заросший. Стояло место. Я хочу публично об этом говорю. Это как взять на себя обязательства и получить поддержку. Я думаю, что к истории надо все-таки по-другому относиться. Нам, взрослые, власти, в том числе, и как говорили. Иначе сложно эту любовь к истории провести, как раз, а не к прошлому, и по периодике привить детям, если мы сами взрослыми будем до конца системы.